Сегодня 16-летнего Ивана Крапивина похоронили в родном для него Северодвинске. В церемонии прощания принял участие Александр Бастрыкин. История этого мальчика, героя нашего времени, никого не оставила равнодушным. В 2017 году нетрезвый сосед в квартире напал с ножом на мать Ивана. Мальчик попытался защитить ее, но получил от разъяренного мужчины несколько ударов по голове тяжелой металлической гантелей. Травмы были настолько серьезны, что надежды на выздоровление Ивани практически не было. Сегодня мы провожаем последний путь замечательного мальчика, гражданина. Мужчина Ванечку Крапивина Он прожил очень короткую жизнь. Но он совершил такой героический поступок, который сравним с подвигом солдата. Ванечка встал на пути разъяренного зверя, бандита, ранее судил за убийство, который поднял руку на его маму. А второй подвиг, который Ванечка совершил, это борьба за жизнь. Врачи сделали все, что могли, даже больше, чтобы Ванечку спасти. Председатель СК России посетил и школу, в которой учился Ваня. Здесь открыта мемориальная доска. Она теперь всегда будет напоминать его сверстникам о настоящем подвиге подростка и о настоящей любви сына к матери. Глава следственного комитета передал директору школы медаль «Доблесть и отвага», который Иван Крапивин награжден посмертно. Александр Бастрыкин поблагодарил учителей за воспитание отважного ребенка. Он очень любил отвечать у доски. Начальная школа хорошо подготовила ребенка. И у меня до сих пор сохранились его работы 5-го класса, 6-го класса, где написано очень аккуратно, очень чисто и довольно грамотно. Мальчик хотел быть успешным. Все, кто знал Ваню, рассказывают, что он был очень добрым, отзывчивым ребенком. Любил животных, увлекался психологией, активно участвовал в патриотических акциях, навещал ветеранов и всегда помогал тем, кто нуждался в помощи. Преступник, отнявший жизнь у Вани, отбывает заслуженное наказание. Вот только Ваню уже не вернуть. Я считаю, что этот поступок был очень достойный, и он молодец большой, потому что не каждый сможет защитить свою маму. Мальчику ему все-таки было 15 лет, и это очень мужественный поступок, я считаю. Продолжение следует...